Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаем нашу зимнюю огородную азбуку, то есть со всех сторон рассматриваем процедуру пикировки. Я уже сказала, что пикировка это важная процедура, кто-то ее делает, кто-то или не делает. Это пересадка молодых семенцев вот с нашего посевного лотка в более просторную тару. Или в стаканчике, или в лоток с большим расстоянием. Это не важно, куда хотим, туда пересадим. Но пикировка, она всегда проходит у нас с повреждением земляного кома и с повреждением каким-то там в большей или меньшей мере, с повреждением корневой системы. Вот это пикировка. И я уже упоминала, что многие огородники, начинающиеся, они у нас боятся делать процедуру пикировки, потому что им кажется, что они что-то повредят, что они при пересадке что-то там сломают. Вот я сейчас буду говорить о томатах, но это же самое относится и к перцам, и к баклажанам. Я всегда делаю пикировку. Еще раз быстро пробегусь. Из-за чего я делаю пикировку? Ну, во-первых, выращивать через пикировку. Это значит, в ранние сроки экономим место на стеллаже. Потом мощная, вот так, это как бы стимуляция, толчок томатом после пикировки, особенно вот с заглублением, начинается быстрое нарастание корневой системы, более мощная корневая система развивается внизу, подземная часть. И в то же самое время, временное торможение вот этих, замедляется развитие листиков, что нам очень хорошо весной. Ну и самое главное, что я нахожу в процедуре пикировки, это, конечно, выбраковка всех слабых и больных растений. Во время пикировки мы сразу видим, какая у нас корневая система. Если какая-то там корневая гниль или, не дай бог, черная ножка, мы сразу это распознаем и убираем самые слабые, берем самые сильные. Но почему новички наши, начинающие огородники, так боятся процедуры пикировки? И вот опыт моего общения с людьми и опыт вообще своих предыдущих лет показывает, что сама процедура пикировки, она не очень сложна и от нее томаты не погибают. Больше всего мы губим наши распикированные посадки из-за ошибок, которые совершаем после пикировки. То есть тут в процедуре пикировки самым важным является адаптационный период. То есть тот период, когда пересаженные растения приживаются в новом грунте. И вот эта первая неделя 7-10 дней. Именно от нее зависит, как выживет, переживет ваша рассада. И именно в этот период, в первые 10 дней, почти все начинающие делают грубейшие ошибки. Сейчас мы их перечислим. Ну, во-первых, главные ошибки, которые совершаются, это, переназову сейчас все, обильный полив, потом высокая температура в помещении после пикировки или яркое солнце, куда выставляем мы. Потом излишние подкормки, которые совсем не нужны. И потом еще, ну, это вот в адаптационный период. И еще может быть выбрано неудачное время, неудачные даты пикировки. Это слишком раннее и слишком позднее. Ну, и в конце уже сама вот грубая пикировка, когда во время пикировки может сломаться. Если по порядку, то обильный полив тут самый страшный. Я его выставлю прямо на первое место. Также, как лотки нежелательно переливать, может там, ну, как, какие-то плесень начаться загнить и все. Также после пикировки, вот смотрите, я распикировала, я полила их один раз. Все, больше 6-7 дней я их не поливаю. Не нужно их заливать. И вот заливание, переувлажнение вот этого грунта в стаканчиках, это одна из самых больших ошибок. Она, вот эта вот, излишняя увлажненность провоцирует различные грибковые заболевания. И вот когда первый полив вы после пикировки сделали, ну, обычно 4-5 дней это точно не надо поливать. А вообще смотрим по состоянию грунта. Смотрим, пока грунт не подсохнет хорошо. Вот смотрите, почему это сильно важно. Ну, во-первых, корешки там маленькие, они еще оборваны, и они нет у них никакой сцепки с землей. И в этот период они потребляют растения очень-очень мало воды. А если вы полили, через 2 дня подошли, вам жалко, еще полили, потом еще полили. Начинается, опять возвращаемся к тому же самому, начинается застой воды. Все эти воздушные пазухи, которые должны быть воздухом немножко заняты быть, а они заняты у нас водой. Корни не дышат, корневая система угнетается. Растениям очень плохо. Не буду дальше в эти страшные подробности я уходить. Не надо после пикировки поливать. Я вот терплю 6 дней. Как раз за эти 6 дней, так как растение почти не потребляет воды, вода сама по себе влагой испаряется, высохнет в стаканчике, я поливаю. Все. Потом, высокая температура в помещении. Очень часто мы не можем контролировать и не можем как-то сами помизить или повысить температуру. Но все-таки после пикировки, вот этой молодой рассаде нашей, молодым растениям, требуется все-таки не жаркая температура, а более низкая. И тут специалисты рекомендуют хотя бы вот так же на 4-5 дней. Но считается, вот эта неделя это срок адаптации. Поддерживать не выше 18 градусов. Ну, конечно, такие условия нам очень сложно создать, поэтому я даже не знаю, как вам сказать, кто-то на окошко ставит, кто-то на... Ну, короче, можно просто поставить на пол. На полу, например, у нас в частном доме на полу самая низкая температура, там холоднее всего. Но об этом нужно знать, что если мы поставим куда-то высоко на шкаф, особенно у нас в кухне, в таких помещениях, где готовится пища или рядом с отопительными приборами распикированные вот эти сеянцы, лучше не держать. Им лучше попрохладнее. Потом, тут же прицепом идет яркое солнце. Ни в коем случае, очень многих ошибка, они думают, что если солнце для всех растений хорошо, то значит вот распикировали, чтобы им помочь, раз их на солнышко, на подоконник. Нет, конечно, так как они, еще раз говорю, что все равно это как бы травмирующая процедура, корни вырваны. Если вы еще поставите и обожгутся листики, это будет двойной стресс для растения, будет долго болеть. Если у вас нет места, кроме как на окне, хотя бы притеняйте. Некоторые приклеивают газеты на стекло, потому что когда мы пикируем весной в марте, солнце может так прижечь, что не только после пересадки, а даже просто растения могут и солнечный ожог получить, и все. Белую ХБ ткань на стекло приклеивают, приклеивают газеты. Просто чистый лист. Всем этим можно, ну как, предохранить немножко. Все. Ну и тут же я, как говорила, излишние подкормки. Многие, конечно, не подкармливают, но таких случаев все равно много. И эта ошибка встречается обычно у начинающих. Когда мы проведем пикировку, первую неделю они стоят, как бы, ну как говорят, стоят в одной паре. Они как бы замороженные, заторможенные. Вот они встали и все. И некоторые пытаются их подтолкнуть к дальнейшему росту. Ну, короче, как стимульнуть немножко, какими-то всякими там стимуляторами, какими-то подкормочками, азотосодержащими. И немножко хотят напичкать их и делают им во вред. Короче, не буду долго распространяться. Первые 7 или 10 дней им не нужно никаких подкормок. Уж не говоря о том, что если грунт хороший и семена хорошие, то рассаде в рассадный период вообще желательно и не делать никаких подкормок. Им всего этого хватает на этот период. Особенно после пикировки. Не увлекайтесь подкормками. Если она затормозилась в развитии, если она стоит в одной паре, это все нормально. Это один из плюсов пикировки и есть. Я же говорила, что у них, вот вы же не видите, оно стоит в одном паре, вам кажется, что оно замерзло, затормозилось. Но вы же не видите, какая жизнь там кипит. Там вот эти маленькие крошечные дополнительные корешки, тык-тык-тык-тык, только начинают вылазить со всех этих, со всех корешков. Ой, сколько корешков здесь, правда. Там идет активная жизнь. И растение старается, оно знает прекрасно, что листья оно может хоть когда нарастить. Как это говорится, что мясо нарастет, главное, чтобы кости были. Ей главное, чтобы была мощная корневая система. И вы потом, когда вот такое растение высадите, оно как даст рывок. Вот когда в холодном тоннеле я выращиваю, они вверху ведь тоже сильно не растут. А выдернешь, там корни, как веники, прям какие-то, как это, сети рыболовные висят. И вот, если оно затормозилось, если вы не видите, что оно растет, это не значит, что оно не растет. Просто оно растет там, где ему нужно. Оно растет под землей. И это вот как раз притормаживание временное. Это один из главных плюсов весенней пикировки, когда мы томаты немножко притормаживаем. Все, ничего не пихайте ему, не подкармливайте. Все. Дальше. Это вот я про адаптацию рассказала. А еще ведь есть ошибки, когда мы неправильно определяем дату пикировки. Я не случайно, прям перед этим, вам рассказывала, когда нужна ранняя пикировка. Ранняя пикировка нужна в случае, когда сильно загущенные посевы, когда увидели признаки болезни, когда разные сорта у вас посеяны, один маленький, штамбовый, другой высокорослый. Короче, если у вас нет повода для ранней пикировки, и если вы начинающий огородник, то раннюю пикировку проводить не надо. Вот ранняя пикировка может тоже дать обратный результат, потому что пикировать в фазе двух семидолей, это нужен все-таки опыт. Если вот, ну все-таки один настоящий листочек вам нужно дождаться. Если вы, например, еще не уверены, не знаете, а самый прекрасный период, вот, фаза двух настоящих листьев. Смотрите, какие красавцы. У них уже и стволик толстый, потому что вот у этих еще маленькие тоненькие стволики, вы начнете брать, вы можете сломать что-нибудь. Вот прекрасный экземпляр. Вот таким должен быть сеянец томата, прям до пикировки. Вот они, два настоящих листа, вот такой вот ствол лохматый, толстый. Ничего с ним не случится, там корни уже хорошие, все, нужно их пикировать. Потом, есть еще запоздалая пикировка. Вот мы про раннюю пикировку, я поговорила, что можете там повредить, можете там сломать, все. Но и запоздалая пикировка, она тоже самое дает, ну может дать обратный результат. Мало того, что, как я уже упомянула, вот когда, например, 3-4 листа, оно, во-первых, растение здоровое, и уже когда вы начинаете с пассивного лотка вытаскивать, вы понимаете, что они уже корни распространили во все стороны, вы больше корней оборвете, больше травмирующий эффект, ему будет очень тяжело, особенно если в это время уже будет жаркая погода и жаркая температура, болеть будет долго. И еще есть одна причина, о которой мы никогда не задумываемся, что в этот период в растении уже закладываются цветочные кисти. Вот эти вот будущие дети помидорные. А особенно у тех, у кого, например, есть же сорта после 5-6 листа, уже выкидываются бутоны и цветочки. И вот смотрите, вот тут у меня 4-5 лист. Значит, мы, если будем пикировать в этот период, то мы опять что-то повредим из-за его личной жизни. У него там уже в планах дети, а мы его выдираем и туда-сюда. И, возможно, эту кисть он потом сбросит. Я не знаю, это, конечно, все индивидуально, но все равно поздняя пикировка тоже дает плохие результаты. Потом, есть еще одна из причин, ну, о которой мы обычно не говорим. Вот, например, грубая пикировка или плохая подготовка к пересадке. Как это назвать, я не знаю. Что сюда входит? А сюда входит то, что, смотрите, вы не подготовились к пикировке, заранее не полили, например, за сутки или хотя бы за ночь. Или полили в этот же день, или еще хуже, начали вытаскивать из сухого грунта. Вот это называется грубая пикировка. Сухой грунт, он от корней не отлепляется. Ну, как будете тянуть, все пообрывается. Ну, скажу так, что за сутки, за один день до пикировки нужно лотки полить, увлажнить. Опять же, переливать нежелательно, потому что вы потом будете в этой в каше возиться. Грунт должен быть вот в меру. Он должен быть, ну, примерно вот таким. И не сухой, и не влажный. Тогда он будет и рассыпчатый, вроде бы он будет обсыпаться, но и не засох. Вот этот земляной ком будет с трудом разваливаться. Все это, как сказать, на интуитивном уровне. Я вот, например, я не знаю, сколько в миллилитрах, но я знаю, сколько нужно полить, чтобы завтра у меня пикировка пришла прекрасно, безболезненно, чтобы корни были целые, ну, чтобы земля вся свалилась, как по мановению вот так волшебной палочкой. Тряхнешь, и она вся отвалилась. С годами это все придет. Просто вы должны знать, что заранее нужно поливать. Потом при пересадке, конечно, нужно действовать очень аккуратно, очень осторожно. Извлекать, если вот вы извлекаете, я потом буду показывать, конечно, с комочком, надо поддевать прям с комом земли, чтобы не вот так вот не выдергивать. И потом освободить осторожно, как я делаю, я прям руками вот так немножко отомну, потом в дырочку, в другой стаканчик. И главное, что, когда вы пересаживаете, вы следите особенно у перцев, чтобы корешок не подгибался вот так вот. Он должен вот так встать. Но я буду все показывать вам, потому что он должен вот так встать в конец стакана, без всяких загибулин. Если корешок загнется, опять будет все это там угнетение. Тут очень много нюансов. Очень, очень, очень. Также еще важно правильно подобрать тару. И еще раз повторю, что тара должна соответствовать возрасту. Вот когда я перед этим снимала видео, почему сначала маленький стаканчик, а потом большой, все это из этого и следует. Маленькому детенышу помидоркиному вот это вот надо маленькой тара вырастить, пересадим большой. И лучше всего идеально, что и делают большинство огородников, при первой пикировке берем 200-граммовый стаканчик, рассада примерно от 8 до 12 дней. Вот так возраст сколеблется. А для месячных растений нужно уже делать перевалку в полкилограммовый, 500-граммовый стаканчик. Все. Осталось рассмотреть некачественный грунт. Про это я даже говорить не буду, потому что очень сложно людям, живущим в городе, выбрать грунт какой-то качественный. Могу сказать, что лучшая рассада растет только в том грунте, который приготовили своими руками и который, знаете, где взяли. Я всегда, я уже говорила, у меня много-много лет, грунт один и тот же, 50% перегноя старого перепревшего, 50% простой дерновой земли. Желательно той, где ни разу не ступала нога огородника, где им не было ни садов, ни огородов. А это просто с поля или из леса. Еще. Короче. Ну все, до тары дошли. И еще раз повторю, пикировка-то она сама. Не очень сложная процедура. Важно нам знать. Вот нам, вам. Я уже знаю. Теперь важно и вам знать, что нельзя поливать обильно рассаду после пикировки. Не надо переливать. Не надо держать, вот распикировали, не надо держать ее на жаре. Лучше найти вот во всем вашем жилище, во всем доме, самое прохладное местечко. Или пусть она даже будет где-то у вас на полу стоять, или где-то на окошке, но притененная, потому что нельзя выставлять рассаду после пикировки в течение недели под прямые солнечные лучи. И лучше не нужно ничего добавлять рассаде, подкармливать, если вы видите, что она стоит в одной паре и не растет. Я могу сказать, так, это не ваше дело. Она сама решит, вот помидорка, когда ей начать расти, не вмешивайтесь, пожалуйста. Вы распикировали, поставили ее, пусть она неделю без вашего присутствия подумает, постоит, порастет. В течение недели лучше такие растения не трогать. Потом, не нужно, конечно, новичкам пикировать слишком рано, потом заниматься пикировкой слишком поздно тоже нам специалисты не рекомендуют. Сразу скажу, что бывают ситуации разные. Я пикирую и раньше времени, бывает, получается, что приходится и позже времени пикировать, но все-таки это нежелательно. Потом пикировать нужно всегда в подходящую тару и в качественный грунт. Все. Вот если мы эти простые правила будем выполнять, ну, согласитесь, ничего сложного нет. И стакан подобрать по размеру, и грунт, который получше, не переливать и не пихать какую-то там всякую гадость растворы в это. И все. Если мы все это будем делать, и если потом, после пикировки, будем внимательно ухаживать за ними, вырастет у вас здоровая, крепкая рассада. И все знают, что здоровая и крепкая рассада это залог нашего будущего, богатого урожая. Все-таки один человек написал, что золотые яйца они выращивали и понравились всем. Так что я вот теперь надеюсь, что буду я вот так же ухаживать, выполнять все эти правила, и золотые яйца порадуют меня вкусными помидорами, потому что как бы у меня нынче не опростоволосится, а то выращу на Новый год помидоры, которые не очень вкусные. Желаю всем начинающим огородникам, не только начинающим, знать все вот эти вот нюансы и стараться угодить растениям. Если мы будем давать им то, что они хотят, а не то, что мы думаем, что им нужно, они тогда, конечно, нас завалят урожаем. Вот мы до сих пор, может кто-то не поверит или будет смеяться, до сих пор отбиваемся еще от помидор, еще лежат помидоры, которые нужно что-то с ними делать, куда-то их девать, не знаем, куда девать нынче. Но это же лучше, чем ходить по огороду и искать единственный экземпляр помидорки поспевшей. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Извините за излишний вот этот поток большой, может быть, информации, но это все очень важно. Каждая из этих причин, я могу сказать так, что причин и ошибок при пикировке можно совершить много, но даже если вы совершите одну из этих причин, то качество рассады уже у вас понизится, и вы испортите жизнь своему растению, вы уменьшите количество урожая и можно сказать, что вы на смарку спишите все дальнейшие труды. Вот вы дальше будете ухаживать, стараться, а если с молоду что-то испортите ей, она уже не может, не сможет дать вам такой урожай. Ну все, я думаю, все будет хорошо на будущий год. За зиму мы так, как сказать, освежим свои знания, что выйдем во всеоружии. Субтитры сделал DimaTorzok